Пригласил специалиста, он непосредственно работает с инкотирным горком каждый день. Сейчас он ему доложит. Хорошо. Да, мы на фото взаимодействуем с тем, заключили контакт ежедневно. Приложение уже работает в городе Назарова. Есть тут первый, пятый маршрут, второй маршрут. Уже показываются автобусы, движение, то есть придя на остановку, ты можешь увидеть, где он двигается. Но, к сожалению, у перевозчиков очень старое оборудование. И настройка не получается корректной, не показывает корректно вот эти данные, что через сколько минут придет автобус на остановку. Но пытаемся это все настроить, наладить, но пока вот как бы, пока не получается. Но приложение доступно, некоторые маршруты уже работают. А некоторые это какие? Первый, пятый, второй. А что не так? Тройка, оборудование старого перевозчика, оборудование с 2007 года. И оно не передает данные так, как нужно, чтобы программа эта работала. То есть они должны передавать каждые 30 секунд данные, они передают намного позже. Поэтому не получается корректно передавать вот эти данные в программе. Приложение доступно, это скачивание. Мы разговаривали, чтобы это как в виде QR-кода было на остановке. Они формируются, QR-коды формируются. Для того, кто не сможет скачать это приложение, будет на остановке и QR-код. Так же человек может прийти, а скачать. Но они готовятся, формируются и отходы. А как люди узнают, что этим пользуются? Вот вы говорите, этим пользуются. Вот по второму маршруту ездят студенты в зашли. Еще никто не пользуется, потому что мы не давали ссылку для скача. Вы говорите, по трём маршрутам. Он показывает, у меня есть приложение, я скачу. Я работаю с исполнителями контракта. И я вижу, да, я скачала себе приложение, потому что я отслеживаю. Так как передаются данные не каждые 30 дней. То есть это не шапки, это только тест, который вы ведете. Да, да, мы не можем людям дать, потому что коррекция не будет показывать. Но в ближайшие дни хотим с перевозчиками встретиться со всеми. Конечно, это обсудить. Ну, как-то. Ну, и вот, когда будете встречаться с перевозчиками, можете им сказать, ну, в разговоре с оборудованием ГЛОНАСС, что субсидирование в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросло в два раза. То есть на один километр 45 рублей с чем-то. То есть, может быть, там они выкроят, и в следующем году это тоже будет с учётом индексации в бюджете. Может быть, всё-таки тогда они смогут ГЛОНАСС как-то модернизировать для того, чтобы это приложение действительно работало для назарцев. Потому что зимой оно вообще актуально, когда ждёшь автобусы и на улице морозно.